Некоторым из этих ребят уже есть 18, другие станут совершеннолетними совсем скоро. Это не просто цифра, совершеннолетие приносит с собой обязанности и права. Одно из них – право голосования на выборах. Об этом, в частности, шла речь на уроке, посвященном Конституции. Это и есть тот разговор, который воспитывает чувство гражданственности и патриотизма. Когда мы произносим слово «Россия», мы сразу вспоминаем ее историю многовековую, интересную, ту, которой мы гордимся. Мы вспоминаем время, в котором жили наши родители, и то время, в которое живем мы. И сравнивая это, становится радостно от того, сколько возможностей сегодня открывает новое время для молодых людей. На встрече также говорили об изменениях и поправках, которые были внесены в главный закон страны за время его существования. Вспомнили важные даты и освежили знания обществоведческих терминов. Такие уроки – это только часть программы событий, приуроченных к празднованию Дня Конституции. Члены Молодежного парламента при Государственном собрании Республики Мордовия тоже активно участвуют в проведении данных мероприятий, открытых уроков, встреч. Я знаю, что члены нашего парламента, молодые депутаты, подготовили различные форматы мероприятий. Будут проводиться квесты, будут проводиться викторины. Сегодня мы открываем декаду этих мероприятий в 43-м лицее. О девяти главах, определяющих всю структуру управления государством, собравшиеся выпускники, уже неоднократно слышали на уроках истории и общества знания. Понимание, для чего они нужны и что в них содержится, у ребят уже есть. Однако важно закрепить эти знания в более осознанном возрасте. Да, такие уроки проводятся. И мы представители нового поколения. И именно от нас зависит будущее. Поэтому очень важен диалог. В целом, такие уроки проводятся достаточно часто, каждый год. Конституция декларирует наши права и свободы, но при этом нельзя забывать, что она декларирует наши обязанности. То есть, без знания Конституции, без знания наших обязанностей, прав и свобод, довольно трудно функционировать в нашем обществе. Также на уроке школьникам раздали экземпляры самой Конституции, выпущенные после принятия поправок в 2020 году. Марина Василевская, Сергей Скалов. Народные новости. Субтитры создавал DimaTorzok